Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал Тактик Медиа и его ведущий Артём Драбкин. Сегодня мы продолжаем рассказ об истории железных дорог России и у меня в гостях уже известный вам Сергей Сигачёв, ведущий транспортный блогер нашей страны. Добрый день, Сергей! Добрый день! Сегодня мы будем разговаривать о гражданской... то есть мы закончили прошлый ролик, так скажем, мартовской, февральской революции, да? Да. И теперь мы будем говорить о межреволюционном периоде до октября и, соответственно, железные дороги в гражданской войне. Ну и, так скажем, что же у нас происходило между февралём и октябрём на железных дорогах? Между февралём и октябрём 17-го года главное содержание событий — это установление двоевластия. на сети железных дорог бывшей Российской империи. Я кратенько напомню, на чём мы в прошлый раз остановились. Это то, что новым министром путей сообщения Николаем Некрасовым был издан такой циркуляр 6321, в котором он, так сказать, разрешил Всероссийскому железнодорожному союзу, которого ещё нет, но который должен быть создан, право самого широкого контроля и наблюдения за всеми отраслями железнодорожного хозяйства и вообще за деятельностью железных дорог. И вот когда этот циркуляр был издан, естественно, что снизу началось самое широчайшее движение по демократизации, по слому всех бюрократических рамок и вообще порядка на железных дорогах. Этот циркуляр был, так скажем, эквивалентом приказа номер один по Российской императорской армии, который, как мы знаем, что привёл к полной анархии. Собственно говоря, то же самое происходило и здесь. А насколько вообще мы можем говорить о том, что была ли железная дорога таким деспотом, который, так сказать, нужно было разломать, или всё-таки там было реально просто разумное управление, которое базировалось на просто понимании, что железная дорога в условиях анархии функционировать не может? Ну, больше сегодня, конечно, спустя сто с лишним лет мы можем совершенно точно сказать, что порядки и уставы, которые действовали на императорской железной дороге Российской империи, они, в общем-то, были достаточно оптимальными и учитывали условия работы транспорта, его круглосуточность, его всепогодность и непрерывность цикла. То есть, от этого никуда не денешься. И отсюда проистекала и сменность работы, и специфические режимы работы и машинистов, и сцепщиков, и вообще всех тех, кто обеспечивает вот этот круглосуточный процесс. И когда начали всё это делить, разумеется, производительность труда реальная, то есть, она выражается на транспорте, скажем, в суточном пробеге пассажирского поезда или грузового вагона, или пропускной способности станции, она стала резко падать. Но массы пришли в движение, явочным порядком начали устанавливать 8-часовой рабочий день, то, что бригады паровозные уменьшили время своей работы, останавливались чаще. Расписание, соответственно, соблюдаться почти перестало. И низовая вот эта активность железнодорожников привела к тому, что состоялись дорожные съезды на всех вот этих многочисленных железных дорогах. И 5 июля открылся Всероссийский железнодорожный съезд, который должен был провозгласить своё право контролировать железные дороги и сорганизовать, так сказать, всех железнодорожников бывшей Российской империи. Съезд этот проходил порядка полутора месяцев, тогда было очень модно, много дебатов и так далее. И он, собственно говоря, проходил между неудавшимся мятежом большевиков, первым июльским кризисом, и Корниловским мятежом, который был у нас, как известно, в конце августа. Так вот, в середине августа был создан так называемый ВИКЖЕЛЬ. Это Всероссийский исполнительный комитет Союза железнодорожников. И вот этот ВИКЖЕЛЬ, он потом приобрёл действительно большую власть и контролировал. То есть, он имел больше власти, чем вертикаль министерства путей сообщения, традиционного, которое существовало до этого. То есть, это было двоевластие, фактически? Абсолютное двоевластие. Значит, без визы ВИКЖЕЛЬ, без санкции ВИКЖЕЛЬ, какие-то определённые серьёзные решения не могли быть приняты, например, по движению воинских поездов, допустим. То есть, это фактически такой комиссариат при МПС. Да, и комиссары Временного правительства назначались. Совершенно верно. То есть, были комиссары Временного правительства, были представители ВИКЖЕЛЬ, и были инженеры путей сообщения, которые управляли всей... То есть, можно в каком-то случае двух с половиной власти, я бы даже сказал так. Вот. Естественно, ВИКЖЕЛЬ – это был коллективный орган. Значит, туда входило 14 эсеров, из них 9 левых, 6 меньшевиков, всего 3 большевика, 6 членов других партий и 11 беспартийных. То есть, большевики там, можно сказать, имели 10-е влияние. В меньшинство. Да. В меньшинство, даже если посчитать потом левых эсеров, которые выделятся уже позже. Вот. Кроме ВИКЖЕЛЬ стали основываться ещё и организации по принципу профессии. То есть, свой профсоюз, значит, у конторщиков создался, у сцепщиков, у осмотрщиков, у паровозников, вот у всех профессий, и они тоже конкурировали с этим ВИКЖЕЛЬем и тоже выдвигали своё право на контроль над своей профессией, защищать её интересы, ну, а паровозники, естественно, ещё и над движением. Вот эти все конкурировали, но самым влиятельным был среди них ВИКЖЕЛЬ. Есть какие последствия вот этого двоевластия вообще мы можем сказать? Ну, это больше вело к тому, что контроль за движением поездов, собственно говоря, был со стороны профсоюзов. Какие-то передвижения... Вот ВИКЖЕЛЬ себя очень ярко проявил уже через 10 дней после своей организации, когда начался, так называемый, корниловский мятеж, и поезда с войсками начали двигаться к столице. Так вот, поскольку ВИКЖЕЛЬ контролировал движение через центральную телеграфную станцию МПС, они просто-напросто телеграммами по этой сети необъятной железной дорог давали команды на то, чтобы, во-первых, останавливать поезда, задерживать их манёврами, загораживать пути, кое-где даже и разбирать пути, то есть там под Гатчиной были такие прецеденты, вот, то есть... То есть его роль в подавлении корниловского мятежа довольно большая, получается? Очень значительная, совершенно верно. То есть они и управляли, они были мозговым центром задержки войск, то, что они, собственно говоря, оказались невостребованы. Потому что если бы они прибыли в столицу, как предполагалось, по нормальному расписанию, и этим процессом рулили бы инженеры кадровых, то понятно, что Корнилов имел большие шансы уже в Петрограде навести порядок. Но этого не случилось. Ну, свой порядок. Ну, да. То есть мы видим, что такое влияние и большевики, кстати, это тоже увидели и намотали себе на ус. Потому что если мы перейдём к Октябрьской революции... То вообще, на самом деле, почта, телеграф, телефон и МПС. Вот прям надо добавить вот эту часть, да? Там, да, ну, там как бы вот специфично, потому что вот этим вот организацией в подавлении Корниловского мятежа Викжель доказал свою силу. И большевики на это смотрели внимательно, потому что, в общем, конечно, они были такие фанатичные последователи в своих, так сказать, теориях и выдвигавшиеся ими требованиях, но они были также и практиками. И вот когда они увидели, что Викжель – это реальная сила, то в отличие от февральской революции, когда инженер Бубликов просто приехал с 30-ю матросами и занял этот центральный телеграфный пункт, в Октябрьской революции они даже не посмели поехать вот в МПС и занять его. Вот мы говорим, да, почта, телеграф, вокзалы. Да. Вокзалы, да, были заняты, но вокзалы – это не управление железными дорогами. А вот в здании МПС на Фонтанке они не посмели появиться и стали создавать свой НКПС, Народный комиссариат путей сообщения, как бы альтернативный, в Смольном. У нас получается МПС, Викжель и еще альтернативный НКПС. НКПС – это как бы, да, стало ядро такое маленькое, которое начало образовываться. Большевики пытались как бы перетянуть управление на свою сторону, но они понимали, что система путей сообщения – это очень специфическая система. Там очень важны кадровые инженеры, специалисты. И если специалисты откажутся выполнять свои задачи, вот эти вот многосоттысячная армия, то движение просто встанет, и они не смогут осуществлять функции. Поэтому что у нас получилось в Октябрьской революции? Очень интересная такая комбинация. Викжель, в принципе, не возражал против проведения Второго съезда Советов, который вот знаменитый, где провозглашен был декрет о мире, декрет о земле и декларация нового Совета народных комиссаров. Ну и принято решение о штурме Зимнего. И принято решение о штурме Зимнего от занятий всех ключевых точек в столице империи бывшей. Так вот, в МПС они не поехали, а настороженно наблюдали за Викжелем, поскольку все поезда работали худо-бедно, но они шли по расписанию, и большевики просто не трогали эту систему. Они пользовались вот этим двоевластием, противоречием между Викжелем, между Министерством путей сообщения, бывшими кадровыми инженерами. Ну, в смысле, они не бывшие, но просто власти такой они уже не имели. И приблизительно через три дня Викжель собрался показать зубы. То есть, поскольку они не пошли на установление однородного социалистического правительства... А, я напомню, что в Викжеле там было преобладание эсеров, меньшевиков, вот этих вот всех... Ну, собственно, коалицию когда разогнали, по-моему, там через две недели они... Так вот, значит, 29 и 30 октября, то есть это получается 12-13 ноября, они собирались устроить Всероссийскую железнодорожную остановку, остановить движение, пока не будет однородного социалистического правительства. Туда на переговоры поехали большевики, договорились о том, что мы отсрочим. И вот этот вот прецедент... Вроде не состоялась остановка движения, вот, но этот прецедент убедил их большевиков, что нужно разлагать Викжель снизу, раз он организован на основе вот этих вот рабочих союзов, внизу, то, значит, нужно проникать в союзы и перевыбрать все, чтобы Викжель этот рассыпался, вот. Но тронуть они его прямо не могли. И я могу сказать, что то, что в февральской революции было сделано в первые часы ее проведения, то есть занята альтернативная телеграфная сеть, и по ней рассылались все воззвания. Здесь, естественно, уже все было, как говорится, пройдено, и в здании Министерства путей сообщения на Фонтанке были набиты там и матросы, и различные сочувствующие войска, не обязательно сочувствующие большевикам, кстати говоря. Вот. И могли просто уничтожить всю эту систему. Большевики выждали до 5 декабря, это по новому стилю 18 декабря, больше полутора месяцев или около после проведения революции. И вот эти все полтора месяца, они не контролировали сеть путей сообщения, как должно, а были вынуждены терпеть вот этих вот попутчиков, которые на них смотрели неприязненно, нейтрально. И только 5 декабря, когда Вик Джейль объявил о том, что он берет власть в Министерстве путей сообщения в свои руки и отстраняет этих инженеров, саботажников или полусаботажников. Значит, большевики воспользовались вот этим предлогом и тогда выслали несколько машин броневиков туда и заняли и Министерство, и Центральную телеграфную станцию. Под идеей защиты МПС от Вик Джейля? Или как? Под какой идеей? Под идеей незаконного вмешательства профсоюзов в управление министерством. Конечно, они его считали уже наркоматом путей сообщения, но тогда существовал и МПС, и наркомат НКПС, и вот этот вот Вик Джейль, целых три власти было. То есть, им пришлось лавировать и ждать, когда у Вик Джейля начнут подрываться позиции. И действительно, когда они начали сменяться, низовые дорожные комитеты, рабочие, затем прошли перевыборы на Всероссийский съезд железнодорожников следующий. И вот он как раз состоялся с 5 января, параллельно с учредительным собранием, и продолжался до почти месяц в здании Института инженеров путей сообщения, который леет потом у нас, то есть там недалеко. И там Вик Джейль был, наконец, упразднен. То есть, они не разгоняли, не расстреливали. Они его разложили изнутри. Потому что... То фактически отстранили от власти. Отстранили от власти. Перехватив повестку и передав другому органу. Да. То есть, как бы был избран так называемый Вик Джедор, то есть, Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников. Уже и назывался он по-другому, и состав его был большевизирован. Но поскольку это, в общем, все это было в таком анархическом состоянии, то образовался еще один профсоюз, тоже всероссийский, ВСО-Провжель. Это тот наследник, когда слились все профсоюзы по профессиям. То есть, вот эти вот все, там, центропаровоз, там, контор-вагон, там, и прочее, и прочее, и прочее. Вот эти маленькие союзы. Возникло два конкурирующих профсоюза. Из них Вик Джедор был как бы главным. Он пользовался покровительством большевиков до поры, до времени. Ну и второй использовался как вот такой конкурирующий центр. То есть, мы видим, что они не стали ломать вот эту систему просто сразу. Как бы у нас любили вот в фильмах довоенных изображать, что вот пришли большевики, комиссары там куда-то. И все половали, поставили декретом своего, и все как бы началось с нуля. Хотя здесь такого не сделали и не рискнули сделать. И может быть правильно. Потому что где-то до конца февраля железнодорожная сеть России, ну, по всей империи, действовала более-менее. Ну, плохо она действовала. Но, тем не менее, какое-то расписание соблюдалось. Пассажирские поезда с большим опозданием, ну, шли. И грузовое движение как-то проталкивалось. Ну, вплоть до Брестского мира, пока немцы не начали, согласно вот этому Брестскому миру, ну, занимать области Украины. Вот там, конечно, вылезла и, так сказать, самостийно украинская держава новая, которая тоже предъявила свои права. И тут, к сожалению, у бывшего министерства был огромный, так сказать, вырван 3 тысячи паровозов. И почти 100 тысяч вагонов было вырвано из оборота, из правных. Они ушли вот в эту зону, которая осталась под немцами оккупированными. И, в общем-то, под большевиками осталось уже, ну, скажем так, 2 трети бывшего парка и состава. Но это уже март 1918 года. То есть, если мы будем говорить, какую же сторону приняли железнодорожники, то правильный ответ будет сказать, что сперва был такой холодный, неприязненный нейтралитет сверху, вот этот вигжель. А затем снизу большевизировались и левоэффсеризировались вот эти вот дорожные комитеты. И революционизировались. Революционизировались даже еще лучше. И тогда был переизбран вот этот вот состав профсоюза. Профсоюз стал новым. И, в общем-то, они приблизились к контролю над МПС. Ну, вот такое, получается, ощущение, как будто вигжель – это такие непрофессионалы-революционеры, а МПС – это такие старые кадры. Это действительно так или нет? Ну, отчасти да, потому что вигжель выбирались, ну, допустим, одним из руководителей вигжеля был счетовод за Байкальской железной дороги, например. То есть, это была такая из низовых сфер вербовались наиболее активные, которые умеют красиво говорить, ну, хорошо владеть массой. Потому что от них все-таки требовалось, чтобы вот вытолкнутым быть наверх, нужно было уметь разговаривать с железнодорожниками, уметь пригрозить или убедить инженеров, которые были… Ну, и понимать их желания, на самом деле. Хоть как-то, да. То есть, мы, я не могу сказать, что это были совсем уж не профессионалы, но это были низовые работники. Немножко машинистов, немного конторщиков, там, сцепщиков, вот, щитоводов и так далее. Вот это вот вся низовая масса, которая в одночасье возносилась вверх и становилась вот вершителями, так сказать, судя в движении. А в МПС все-таки были такие старые кадры управленцы? Старые кадры управленцы, они держались в основном до учредительного собрания, когда, потому что, в общем-то, вся эта вот образованный класс, он считал, ну, хорошо, что там происходит, кто взял власть, неважно, мы подождем, учредительное собрание, все равно оно что-то решит. И, собственно говоря, худо-бедно, несмотря на саботаж части персонала, все равно вот крутилась вот эта вот железнодорожная система, и она работала вплоть вот до, я говорю, Добревского мира. То есть, протянули где-то до марта, вот, на вот этой вот инерции. То есть, не было такого слома, и нарком путей сообщения, это было абсолютно второстепенное лицо, которое там из Смольного смог высунуть нос только вот в декабре месяце. А кто у нас был? Ой, у нас была целая группа их, они настолько, первым был Елизаров, это, по-моему, он был мужем сестры, старшей сестры Ленина. Вот, если я, да, он, значит, первый нарком был у нас всего лишь два месяца до января 18-го, потом один месяц Невский был, потом Рогов два месяца, то есть, как бы, так-то... Смена была, Чехарда. Чехарда, и это не было, я потом расскажу, почему они не были, как бы, такими важными фигурами до определенного момента, пока все под собой не централизовали. Потому что мы видим, что, ну, фактически до февраля-марта существовали и иерархия бывшего МПС, как-то она держалась частично, и вот эти профсоюзы, которые тоже контролировали, вот. И наркомат путей сообщения, который там сбоку припеку был и как-то пытался формироваться тоже, пытались в него вербовать какие-то кадры. А без кадров там никак, без профессионалов, то есть, вообще никак. Ну, я не знаю, может быть, как-то на наркомат финансов можно кого-то поставить, хотя сомневаюсь, да? На образование и культуру можно поставить. Ну, на образование и культуру. А здесь никак, только профессионалы рулят движением и всем вот этим вот циклом, ремонтным там, восстановительным и так далее. И о саботаже, тогда уже сразу, раз мы его тут затронули, там, какую сторону приняли, вот. Саботаж, конечно, был с обеих сторон, вот. Ну, например, когда состоялось учредительное собрание, когда оно было разогнано большевиками и уже по отсутствию коровы прекратило свою работу. Тогда, конечно, произошел перелом настроения вот у именно профессиональной массы инженеров, техников, путей сообщения, потому что, как бы, были такие образованные люди с высоким цензом, с большой зарплатой и с хорошим уровнем жизни. Многие из них начали уже колебаться и, в общем-то, к большевикам стали относиться неприязненно. Вот где-то с этого момента, с января 18-го года. Потому что, вроде как бы, определилось, что, ну, вот есть одна власть у нас, Совета народных комиссаров, больше ничего нет. А тут начали организовываться, собственно говоря, и антибольшевистские силы. Ну, они концентрироваться начали там на юге, потом в Сибири. И многие, конечно же, когда вот началась гражданская война, активная фаза, то, конечно, частые были случаи там и перебегания, значит, на сторону более сильного. И вообще все это хозяйство просто сдавали. Ну, вот была такая у нас в истории гражданской войны, вначале, пермская катастрофа, так называемая. Это момент в декабре 18-го года, когда уже пришел к власти адмирал Колчак в Сибири. И когда, значит, стали образовываться фронты на территории, как бы там, и юга с Доном, и Урала. И вот красные, значит, были вытеснены из Перми. Это назвали тогда пермская катастрофа, потому что был потерян ключевой регион, значит, с важнейшими патронными, оборонными заводами, пушечными, которые делали, в общем, хлеб войны, так скажем. Так вот, тогда более активными были белые, то есть, которые вот только организовали. Ну, вот, например, что случилось в декабре? Вот я просто по докладу комиссии Сталина и Дзержинского, которые по расследованию причин вот этой пермской катастрофы, почему произошло такое обрушение фронта. Вот, допустим, был Камский мост длиной почти километр, который запечатлен на фотографии Прокудина-Горского, знаменитой, цветной, он большой. Вот, как его взяли? Почему его взяли в целости сохранности и вот не могли, значит, прервать эту коммуникацию? Белые просто-напросто перешли в другом месте по льду в белых маскировочных халатах группа и с другой стороны, где их не ждали, обезвредили патрульную вот эту группу, которая с другой стороны, вот, а та сторона, естественно, как бы уже сдалась сама по себе. Та, которая была со стороны белых, потому что они уже подошли. И вот захватили, и в Перми брошены были, вот даже тут они написала, вот эта комиссия, 297 паровозов, но из них, правда, 86 неисправных, но больше 200. Свыше 5000 вагонов с военной амуницией, 65 вагонов кожи, 150 вагонов продовольствия, материальные склады Мотовелихинского завода и пермских железнодорожных мастерских с громадными богатствами, механизмы и части Мотовелихинского завода, вот, осевой парк путей сообщения с большими запасами американских осей. Кроме того, в Перми остались все специалисты-железнодорожники и почти все специалисты-снабженцы. Вот настолько была нестабильная обстановка, вот, а к концу 19-го года все это перевернулось, ну, вот я расскажу чуть-чуть попозже, когда мы подойдем к этому моменту, вот, то есть, саботаж был, конечно говоря, ну, самый разный. Можно даже вот привлечь еще такого нейтрального свидетеля, был такой голландский журналист Грондейс, который был, в общем-то, другом генерала Алексеева, известного по Первой мировой войне, он лично знал Колчака. И вот он, значит, писал записки свои, находясь в рядах Белой армии добровольцем у Колчака. Значит, вот как он пишет о, вообще, каким образом вообще это вот был саботаж. На всех станциях чувствуется, что фронт близко, железнодорожники давно уже на стороне красных, и теперь при поддержке рабочих нескольких больших заводов, которые целиком на стороне Советов и прекрасно организовывают, ведут себя тихо, не давая никаких поводов для вмешательства казаков, но готовятся присоединиться к большевикам. Мелкие железнодорожные чиновники ничего не теряют от перемены режима, поскольку большевики умеют выделять среди буржуазии тех, кто им будет полезен. Это к вопросу о том, что они не стали трогать в революцию никакую вот эту вот всю эту пирамиду. Ну, дальше Грондис предполагает, как-то сказать, нормальный буржуа, вполне возможно, победная армия уже подкупает их солидными чаевыми, и они замедляют работы, переходят к прямому саботажу. Но это уже было его предположение. А вот когда они в панике бросают Екатеринбург и убегают на восток Комску, уже как бы начался такой развал Колчаковского фронта, значит, он описывает вот ситуацию, последний день пребывания в Екатеринбурге. Значит, население лукаво посмеивается, глядя на лишившихся всего буржуев, теснящихся в грязных вагонах для скота и убегающих от власти пролетариата. Но почему крестьянки бросают нам на ходу такие злобные презрительные слова именно сейчас, когда они вот-вот окажутся под жестоким режимом, большевиков имеется в виду, избавление от которого они встречали крестными ходами всего лишь два месяца тому назад. «Не дадим вам хлеба», – сказала мне одна крестьянка, – «надо что-то и красным оставить». «Бегите, бегите», – сказала мне другая, – «только до моря не останавливайтесь, а то догонят». «Не хотим ваших омских денег», – сказал старик-крестьянин, – «их и в Омске скоро брать не будут, а в Иркутске-то и подавно». Вот такой вот был саботаж. Ну, то есть, на самом деле, за несколько месяцев произошло изменение настроения от принятия белых до их полного отрицания. И вот этот вот антибольшевик Грондис, голландец, он был резко антибольшевистски настроен. Ну, это видно по тому, что он писал. Да, и тем не менее, он просто как добросовестный бытописатель, свидетель вот этих событий, пишут, как их провожали, когда отступал Колчак с армии. То есть, ничего хорошего все это не несло им. Вот, но здесь, надо сказать так, когда произошел Брестский мир, то, что мы отдали большое количество парка, пришлось немцам отдать, я уже сказал. Но одновременно произошел такой очень важный акт, как переезд правительства в Москву. И вот это имело гигантское значение, потому что Московский узел, как во Второй мировой войне, так и в Первой мировой войне, и в Гражданской, имел определяющее значение для маневра всеми наличными силами между разными фронтами. Здесь все то же самое, через Московский узел маневрировали эшелонами и поездами от Колчаковского фронта к Украинским, от Украинского к Донским, от Донским к наступлению Еденича под Нарвой и так далее. То есть, вот то, что был создан 10 лет назад буквально Московский узел с его окружной дорогой и со всеми съездами во всех направлениях, вот он играл гигантское. Мне кажется, вообще, если рассматривать Гражданскую войну, то вот это умение маневрировать достаточно небольшими силами, это как раз самая сильная сторона большевиков, которые смогли наладить такой маневр между фронтами. Насколько это правда? Я согласен с этим. Это действительно был, так сказать, это сильная сторона, но проявилась она далеко не сразу, потому что до ноября 1918 года большевики шли в русле той же политики, что и Николай II. То есть, они не разделяли гражданскую и военную части сообщения и не объединяли все железные дороги, как единый военный лагерь. И только в ноябре 1918 года, это уже после покушения на Ленина, после того, как белочехи уже захватили всю сибирскую магистраль от Владивостока до Пензы. Уже сколько прошло вот этих вот болезненных уроков и катастроф, только тогда они пришли к тому, что все железные дороги нужно объявить военным лагерем единым. И все на военном положении. То есть, они перевели дорогу на военное положение целиком? Все дороги. Вообще все. И это потребовалось для этого год после революции и полгода гражданской войны. Вот можно сказать. То есть, их жизнь научила этому далеко не сразу. Потому что весь 1918 год вот эта анархия, она разрасталась на транспорте. И упало количество, уже вдвое упало количество парка, вагонного и локомотивного. И движение, вот если его исчислять в эшелонах, оно тоже упало примерно вдвое. По отношению к... К 1917. К какому периоду 1917? Потому что 1917 год тоже получается довольно длинный. И там разные... Ну, по отношению, если сравнивать с 1917 годом... С началом. Весь 1917 вместе с его анархией. То есть, мы как бы... Если мы отталкиваемся от 1915 года... Значит, 1916 год сократился на четверть. 1917 сократился на половину. Относительно к 15. То есть, составляло 50%. А здесь, в 1918 году, все движение составляло где-то 25-30%. Три четверти? Ну, одна треть? Одна треть. Треть. Не больше. От 15. Можем говорить, вот величину катастрофы. То есть, количество больных паровозов было огромное. Ремонт уже не производился. Все сообщения производились ситуативно, уже на местах. То есть, такого централизованного управления, какое было еще в феврале 1917 года, о нем было можно лишь мечтать. Вот уже к лету 1918 года. То есть, уже нарастала вот эта вот анархия. Вина ли это большевиков? Или, так скажем, это уже необратимые последствия решений, принятых в 16-17 году? Или все-таки большевики виноваты в окончательном развале вот этого железа? Здесь виноват, конечно, тот циркуляр, который повторил приказ номер один, о котором я уже говорил. Он был в мае 1917 года. И вот эту вот митинговую стихию, вот эту вот анархию и склонность к митингам, к месту работы, громадное падение производительности труда, оно было как бы следствием вот этих всех лозунгов. То есть, это общая болезнь революции, а не вопрос управления большевиками этой стихии? Именно так. И большевики достаточно долго вообще не могли овладеть вот этой вот стихией сами. Для них это было очень сложно. Они армией овладели даже несколько быстрее, сообразили, что вот свою Красную Армию строить надо начинать, чем путями сообщения, которые для них оказались более сложной субстанцией. То есть, мы видим, что только через год после революции железные дороги были объявлены военным лагерем единым. И только в феврале 1919 года они пришли к централизованному управлению военными сообщениями. Вот как долго. А 1919 год, это уже начало 1919 года, это уже как бы болезненное поражение от Колчака. Они практически сдали весь Урал. То есть, находились уже на краю пропасти. И вот только тогда пришло понимание, что нужно заниматься транспортом. Да, заниматься транспортом. И на транспорте уже постепенно исчезала вся демократия. Вводились уже как бы и рабочие часы, и смены большие по протяженности, чтобы перегоны были. Но потом занялись уже и ремонтом. Ну, то есть, фактически возвращались к царской структуре управления. Нет, структура управления была уже другой. Она ситуативно сложилась, несколько иной. Она была как бы, как сказать, более простой, что ли. Вынужденно более простой. И парка была меньше. И мы не забываем, что в начале 1919 года под Советской Россией был примерно треть населения бывшей Российской империи. А может быть, даже и меньше, если посчитать. То есть, они управляли меньшим хозяйством. Но, с другой стороны, в их руках находился нервный центр всех военных и гражданских сообщений. Это Московский железнодорожный узел. То есть, если бы они оставили правительство в Питере, то, скорее всего, и потеряли бы московский железнодорожный узел, то большевики бы, скорее всего, упали. Я думаю, да. Да, скорее всего, большевиков бы просто подавили. И возникло какое-то другое правительство. Ну, наиболее, так сказать, адекватного белого генерала. Может быть, диктатура это была. Мы не знаем. Это уже альтернативка. Но, если говорить о управлении транспортом, то получается, что большевики очень грамотно поняли, что надо переезжать в узел дорог и уже отсюда, так сказать, рулить. Вот это было очень важное решение. И, тем не менее, они очень долго подбирались к реальному управлению такого технически сложного министерства. Как ты говорил, большевики создали НКПС, и он существовал параллельно с МПС. Вот когда они переехали в Москву, как они добились единовластия над железной дорогой? Единовластью помогла война и мятеж белочехов, когда стали приходить к тому, что нужно те кадры, которые могут с ними сотрудничать, вербовать их в свой НКПС. Куда, в общем-то, шли неохотно поначалу. И я могу так сказать, что весь 1918 год шла вот эта вот тяжелая консолидация кадров в НКПС. Фактически в 1918 году рулили на местах местные комиссары, местные батьки, атаманы, профсоюзы, кто где мог. То есть это все было пространство фрагментировано. Ну, кроме, может быть, около московских вот этих вот дорог. И только когда наступили тяжелые катастрофы, ну, в частности, сдача Урала, наступление Колчака, потом даже до наступления Деникина, можно сказать. Но вот, скажем, декабрь 1918, февраль 1919 года, это было то время, когда они хоть как-то сколотили вот этот вот аппарат НКПС. И он начал что-то из себя представлять. Кто его возглавил? Его, опять же, возглавляла целая чехарда людей. Ну, вот, когда была анархия, максимум анархии, командовал Невский, вот после Елизарова, который. Он приходил дважды на дорогу до марта 1919. А потом произошла следующая интересная пертрубация. Реальное управление на всей сети захватило управление военных сообщений Красной Армии, которое возглавлял выдвижение Цитроцкого Михаил Михайлович Аржанов. И, собственно говоря, его и можно назвать наркомом в течение следующего года. Реальным наркомом. При том, что были наркомы путей сообщения, которые считались как бы главнее. Вот потом был Кабозев до июня 1918, потом был Красин Леонид Борисович, известный нам большевик. Но он был очень слабым наркомом, и он не хотел вообще командовать этим хозяйством. Его Ленин там к этому принуждал. И поэтому можно сказать, что рулил движением и вот всеми мероприятиями по повышению пропускной способности вот этот вот Аржанов. Он был такой вот харизматичный, громкий командир, ну, с путейским прошлым тоже. Но он умел, так сказать, и пригрозить и расстрелом, и какими-то, и посулить какие-то там блага. И вообще просто произнести речь и воодушевить какое-то там подразделение. И до марта 1920 года, я вот после того, как вот изучил вот эту всю фактуру, я считаю, что он был как реальный нарком. А потом наркомом стал сам Троцкий, председатель Леввоенсовета. Ну, то есть, фактически власть перешла военным над НКПС. И на самом деле по своей структуре, в принципе, управление путями сообщения, это как раз-таки, ну, больше такой, ближе к военной структуре, чем любой другой, наверное, наркомат. Тут нужно просто учитывать то, что во время пика гражданской войны две трети движения всего было занято воинскими поездами и эшелонами. И вот фактически вот этот вот Оржанов, он руководил движением, он вот эти вот все пробки, значит, как-то разруливал, которые возникали, разрушение узлов, там приезжал на своем литерном поезде, там собирали какие-то, сколачивали бригады, решали кризисы локальные. То есть, вот это вот, вот так вот было. А потом уже пришел сам Троцкий, который над ним был, это его был выдвиженец, поскольку он пользовался доверием Троцкого, Оржанов, то, естественно, он всегда имел в конфликтных ситуациях поддержку самого всесильного председателя военсовета и наркома военмора. То есть, у Троцкого тогда ключевые были должности. И судя по реальному развитию событий, Ленин особо не вмешивался вот в это управление, он больше экономикой и политикой занимался, ну и партийным строительством, естественно. А потом, конечно, поскольку это был выдвиженец Троцкого, то буквально уже в 20-е годы ему были даны такие уже нелицеприятные характеристики, что он там подавлял, угрожал, подкупал. То есть, уже вот этот вот весь шлейф, я даже сейчас не знаю, можно ли или нельзя это вот как проверить, правда ли это было. И уже, ну просто, когда Троцкого начали уже выжимать из партийного аппарата, то, естественно, Оржанов, как его... Все его выдвиженцы тоже. И выдвиженцы пошли тоже. Естественно, закончил он свою жизнь в 1938 году, пойдя вот по одному из дел. То есть, был расстрелян уже во время... Большого террора. Большого террора, да. Но вот все-таки я считаю, что это он. А потом, после Троцкого пришел Дзержинский, который уже наводил порядок, и только при Дзержинском НКПС стала главным и единственным управленцем на железных дорогах. Но Дзержинский пришел в апреле 1921 года, когда гражданская война основная закончилась, началось восстановление, и только на Дальнем Востоке, значит, еще продолжалась эпопея Дальневосточной Республики. Вот. И Дзержинский уже показал себя очень сильным наркомом. Да, он один из... Я так понимаю, что куда его не ставили, он везде показывал себя с самой сильной стороны практически, получается. Ну, да. Вот. И вот, получается, если мы перечисляем наркомов путей сообщения тогдашних, то это практически они мало влияли на ситуацию. И можно сказать, что рулили все-таки военные. Вот и управление военных сообщений. Ну, и такой у нас вопрос, это было, и у нас были масса вопросов от зрителей, да, это бронепоезда. Может быть, мы вернемся немножко в Первую мировую, да, и осветим этот вопрос. Когда они начали формироваться, как их начали строить, и потому что основную роль они приобрели, конечно, в гражданскую войну. Ну, да, Артем, здесь я согласен, что золотым временем бронепоездов это была гражданская, самым расцветом. Вот. В прошлом ролике мы не успели этот вопрос к нему подойти, но давайте вот тогда чуть-чуть назад, экскурс в историю. Вообще, сами бронепоезда, как вид войск, он возник еще в американскую гражданскую войну, когда южане догадались поставить на платформы пушку, которая двигалась и стреляла. Но тогда, конечно, это не было никаким бронепоездом, потому что она могла стрелять только во фронтальной проекции, то есть вдоль путей. Она не была ни противооткатных механизмов совершенных тогда. То есть, если бы ее повернули вбок, то просто вагон бы завалился от дачи на бок, и все. Образовались они, как вот в нынешнем виде, как мы их знаем по истории, это в Англобурскую войну. То есть, где хорош вообще бронепоезд? Там, где нужна мобильность, там, где нет позиционного фронта, и там, где нужны противопартизанские действия. Или действия против мобильных сил, пусть и не партизанские. Вот там бронепоезд, он как бы царь и бог, если есть сеть железных дорог. Вот, именно там англичане, когда воевали с бурами, они догадались поставить орудие не просто на платформу, а придать ему хотя бы какой-то поворотный механизм. Там же они начали сперва, так это называлось, блиндированные поезда. То есть, ставили просто или котельное железо, 5-8-мм, а потом 10-мм. То есть, как бы это еще было не бронирование, не бронированная сталь. Ну, по-французски, блиндированный, это как раз бронированный, это, собственно, французское слово. Отсюда идет блиндаж. Ну, может быть. А паровозы, они защищали как? Наваривали такие вот уголки и закидывали между ними мешки с песком, чтобы защищала от пули, и пуля застревала, теряла свою пробойную силу. Она в котел не могла. А бронепаровоз, который уже одевался в рубашку как рыцарь, он уже возник все-таки попозже. И вот, когда посмотрели на этот опыт Англо-Бурской войны, все стороны Первой мировой начали строить свои бронепоезда. Хотя, конечно, к середине 2014 года никто не знал, какой характер будет иметь будущая война. Вообще не знали, что она даже будет мировой. Ну, например, Россия приступила к постройке своих бронепоездов как раз в середине 2014 года. До войны. До войны. Перед войной буквально, может быть, месяц. Занялся этим Путиловский завод. Ну, как более-менее квалифицированный. И те бронепоезда, которые успели построить, значит, вот к концу успешной фазы Первой мировой войны, это где-то к началу 2015 года, на вооружение армии передали пять бронепоездов, которые курсировали по прифронтовой полосе. Ну, это была Галиция, которую мы заняли в Австро-Венгрии. Это была Польша, которая тогда еще была не сдана. То есть, там была достаточно густая сеть железных дорог. Вот. Потом постепенно строили еще. Но там же выявилась и слабость бронепоезда, как рода войск в позиционной войне. Вот. В чем она заключалась? Ну, вот. Вся сила бронепоезда – это в мобильности и быстрой концентрации огня на какой-то точке. А потом быстрый уход назад, чтобы его не могли накрыть, обнаружить и уничтожить. Значит, это не очень хорошо работало, когда фронт был позиционный, и почти все критические точки были накрыты артиллерией большой мощности. Ну, это… Пристрелян. Да, пристрелян. То есть, дальнобойная артиллерия тяжелая, которая там, ну, я не знаю, там, восьмидюймовая и так далее. Вот эти серьезные калибры. То есть, если бронепоезд перемещался по прифронтовой полосе, то грамотный корректировщик мог его, так сказать, опознать, запеленговать и передать координаты по телеграфу, по полевому телефону, значит, в свою там дивизию или армию. И дальними орудиями он просто-напросто… Ну, что нужно было сделать? Сперва нужно было обездвижить пути. То есть, как бы, оборвали пути перед ним, оборвали за ним. Ну и все. Все, это беззащитные… остается беззащитные, то есть, нужно его покидать. И вот у нас именно так был потерян в Первую мировую первый бронепоезд наш. Забыл сейчас, как назывался он, но это вот как раз было во время Брусиловского прорыва. То есть, бронепоезд подошел по пути, который не был почему-то австро-венграми разобран, значит, путь вел к линии фронта. Он подошел и начал обстреливать какие-то позиции. Австрияки первую линию окопов покинули, ну, потому что начался обстрел массированный, подошел. Но затем его опознали, он успешно действовал, почему? Потому что он подошел в туман, предрассветный туман, его не было видно, так-то его по дыму можно опознать. Вот и пошел. И когда его опознали, естественно, достаточно быстро передали координаты, и несколькими выстрелами, вот именно по такой методике, он был накрыт и потом целый год стоял на линии фронта, маячил как напоминание о неудачном применении. То есть, как бы его сперва накрыли, пути разбили, а потом начали расстреливать сам бронепоезд. Команду артиллеристов убили часть, а остальную командир бронепоезда просто приказал покинуть. И они таким образом ушли к своим, а бронепоезд остался вот такой коробкой там. Это вот мы видим, как применялся в Первую мировую. То есть, тогда, конечно, можно было вызвать, если хорошо идет линия железной дороги в сочетании с линией фронта. Если она удачно подходит к какой-то критической точке, то да, бронепоезд мог подойти, ударить и тут же отойти, пока его не накрыли. Но в любом случае очень узкая сфера применения. И к концу, вернее, да, к концу 16-го года построили 16 или 15 поездов. И из них в армии было только 7, а остальные либо потеряны, либо в ремонте разбиты артиллерийским огнем. Тогда же в Первую мировую у нас возникла у кого-то мысль. Хорошо, раз бронепоезд это такая тяжелая, неуклюжая штука, и к тому же она опознается по дыму, по паровозу. Может быть, мы построим просто один мото-броневагон, куда внутрь поставим двигатель внутреннего сгорания. Вот, действительно, в 16-м году такой проект был создан, тоже на Путиловском заводе. Это был один длинный вагон с поворотными тележками, чтобы он мог вписываться в кривую, четырехосный, естественно, не двухосный. Он был хорошо забронирован, то есть, по-моему, 12-миллиметровый броневой, причем не просто вертикальный, а там высчитали даже угол наклона, такой, чтобы рикошетили не только пули, но и снаряды, все вплоть до среднего калибра. Это было толково, было время создавать такой угол. И таких вагонов сделали несколько. Да, вот один из них, Заамурец, он очень успешно действовал. То есть, у него было преимущество какое? Он мог подойти на какую-то сомнительную точку, без того, чтобы он был опознан быстро. И поскольку все управление находилось в одном вагоне, то есть, ведь у командира бронепоезда какая сложность была? Управление. Он сидел в башенке на бронепаровозе, а была одна бронеплощадка, другая бронеплощадка, контрольная платформа. Всем надо было руководить, это чуть-чуть попозже, я скажу, как вообще это было устроено. А вот мото-броневагон, все в одном вагоне, и, в общем-то, там электрическими лампочками, сигналами он мог просто руководить. Ну, там сколько было? Два орудия среднего калибра, 76 мм, по-моему, и 10-12 пулеметов. Это очень мощное. Это мощный огневой такой вал против кавалерии, против саперов, например, которые там какие-то работы производят, ну, там, допустим, новые заграждения создают. Такой подошел вагон, произвел огневой налет и тут же ушел. А поскольку у него был двигатель внутреннего сгорания, никакого, ни выхлопа, ничего не видно. Удачная такая штука. Их тоже построили несколько штук, но потом уже наступил 17-й год, когда стало уже не до вот этих вот изысков. Вот. Этот вагон за Амурец, его потом отогнали в Одессу, в одесские мастерские ремонтироваться. И когда произошла революция октябрьская, в Одессе наступила анархия. Так вот, этот мотоброневагон, пришли местные братки одесские и попросили его на прокат, ну, под дулом пистолетов. И вот пока не пришли красные туда или белые, которые французы, пароходы, я уже не помню, кто из них первый пришел, то несколько месяцев они наводили ужас на все окрестности, то есть они занимались именно рэкетом, то есть они палили по селянам, по огородам, то есть приезжали в какую-то пригородную местность и облагали ее налогом. Иначе как бы мы расстреляем вас всех там, просто вот у нас орудие, вот у нас как бы... И это действительно было, работало несколько месяцев. А потом их, соответственно, ну, пришла более серьезная сила. Потом пришла более серьезная сила, естественно, у этих братков местных одесских отобрали вагон, и он уже пошел воевать дальше и воевал. Так вот, давайте тогда разберемся, как вообще он был устроен, вообще само устройство базовое, того классического бронепоезда, который мы много раз видели. Ну, мы имеем в виду все-таки Первую мировую гражданскую войну, потому что дальше использовались вплоть до Чеченской, насколько я помню. Поэтому там уже были другие бронепоезда. Вот мы возьмем, да, начало второе десятилетие 20 века, как раз вот с 14 по 22 год. Значит, классический бронепоезд был устроен, в центре бронепоезда всегда был бронепаровой, то есть паровоз, одетый в броню, в том числе и колеса закрывались, особенно вот эти вот кулисы, куда, если попадешь, просто переставал паровоз тянуть. Значит, по бокам от него впереди и сзади были бронеплощадки. На бронеплощадку ставились в основном по два орудия. Орудия были сверху размещены, они были поворотные, то есть там было несколько видов орудий, но в основном 76 миллиметров калибр у ударных бронепоездов. Значит, и вот эти вот, как называется, вот эта турель, вот поворотный вот этот механизм, либо на 270 градусов поворот, либо на 360 вообще всей своей оси. То есть как бы могли повернуть орудия в нужном направлении все четыре. Вот, значит, у нас получается одна бронеплощадка, два орудия, другая с другой стороны, еще два. Четыре орудия, и у каждой бронеплощадки от 8 до 14 пулеметов. Очень серьезная сила. Для пулеметов проделывали бойницы, ну и пулеметчики, естественно, стреляли со своих закрытых позиций. Дальше по бокам от бронеплощадок находились контрольные платформы. Значит, контрольная платформа играла либо одна, либо две, ее с каждой стороны было. Она играла какую роль? Первое, она обнаруживала фугасы, и если что, подрывалась легкая двухосная контрольная платформа. Вторая роль, это туда складывали запасные части для восстановления железной дороги мобильного. То есть одна из контрольных платформ, из двух или из четырех, она была с инструментом. Потому что задача бронепоезда была не только обстрелять, уйти, но и если тебя в результате дуэли накрыли, допустим, разбили путь, то существовали нормативы, например, за 40 минут поставить новое звено рельсовое перед бронепоездом, и если еще не успели, так сказать, его накрыть окончательно, он просто уходил тогда. То есть он был готов к тому, что, возможно, разобьют пути. И там были и стрелочные переводы, и инструменты. То есть часть команды, вот команда ударного бронепоезда, это где-то от 90 до 140 человек. Какая-то часть выделялась на стрельбу, на артиллерийское противодействие, а остальные все шли делать, если и стрелочный перевод, конечно, это дольше, там порядка двух часов, а если просто звено рельсовое, то это где-то 30-40 минут. И вот они могли с этим справляться. Иногда цепляли десантный вагон, но это если нужно было подойти с бронепоездом и высадить какую-то команду матросов или каких-то запас войск, там 30-40 взвод, может быть, два взвода, чтобы занять какую-то точку. Такое-такое тоже было. Но в основном вот бронепоезд классически состоял из такой схемы. Причем бронепаровоз всегда шел тендером вперед к противнику. Почему? Потому что нормальный режим – это уйти быстро назад. То есть машинист поворачивался в нормальное управление, просто-напросто давал, так сказать, по газам, как говорят автомобилисты, и быстро-быстро уходил с позиции. А в сторону противника двигались тендером вперед и двигались достаточно медленно – 8-10 км в час. Если позволял путь, то могли двигаться и быстрее. Ты говорил, что и были проблемы с управлением, потому что командир сидел в башенке и должен был управлять двумя бронеплощадками. Как это происходило? Это была очень большая проблема, когда нужно было управление делать на несколько вагонов. Радио тогда в нашем представлении с мобильными вот этими маленькими устройствами не было. Поэтому командир бронепоезда обычно сидел в башенке на бронепаровозе, бронированный, хорошо бронированный. И оттуда он управлял… Было три способа управления. Первый – звонковый, но как азбука Морзе. Короткий звонок, длинный звонок, их комбинации. Какие-то… Это первое. Звонковое. Второе – рупорное. Но для этого тоже нужно было определенное оснащение, но как на корабле. Поэтому это было пореже. И третье – была электрическая сигнализация лампочками. Все три применялись. Потому что, естественно, он больше никак командовать по-другому не мог. Иногда, если не было башенки управляющей, то он сидел в одной из бронеплощадок. И второй бронеплощадкой нужно было, конечно, управлять полноценно. Потому что ведь главная задача, когда он пришел на позицию, очень быстро сосредоточить огонь на нужной точке. Нужно всех артиллеристов скорректировать, распределить между ними цели, дать команды, дать углы возвышения. И все вот эти вот… и вообще пеллинг, на который стрелять и так далее. Вообще командиры бронепоездов очень ценились, потому что… Ну, квалифицированные. Потому что… То есть это и артиллеристы, и железнодорожники. Да, это вот золотой фонд такой был. И те, которые могли управлять умело, их, в общем-то, было немного. Потому что одной из задач было… Они в гражданскую, допустим, часто вступали в дуэли. Потому что война мобильная. Вся война была почти вдоль магистрали коммуникации. И вот были десятки случаев, когда два вражеских бронепоезда сближались на дистанцию полтора-два километра на одной железной дороге. И от дуэли, собственно, зависело выживание того, кто… Вот мы сейчас, да, видим, как танковый дуэль, там, вот Курскую дугу, там, вот что-то такое подобное было с бронепоездами. Именно вот в гражданскую войну. И тогда побеждал тот, кто точнее стреляет. И он должен сразу был уйти. Но паровоз почти на 90% комплектовался, это овечка была. Это вот почему? Овечка была легкой. У нее был запас по нагрузке на ось. То есть она могла проходить через любые мосты, даже плохенькие. И если навесить на нее броню нормальную, даже тогда у нее нагрузка на ось была ниже, чем у более тяжелых паровозов, которые там были, вот там, паровозы С там были, там, грузовых, там, много типов. Эль был первой серии. И вот поэтому только овечка, она была основным, так сказать, бронепоездным паровозом. Но тут надо сказать, это я все боевую работу описываю. А когда бронепоезда шли на линию фронта, там было, цеплялось еще несколько вагонов для команды. Естественно, команда размещалась более комфортно. Там у них был и телеграф передвижной, там у них был вагон баня. То есть целый штат был разработан. И никогда не использовался бронепаровоз для тяги. Его берегли, это была большая ценность. И был так называемый черный паровоз. Что такое черный паровоз? Вот во все время существования паровозного, так сказать, способа передвижения, их красили в два цвета – зеленый пассажирский и черный грузовый. Овечка грузовой, она была черная. И вот небронированный обычный паровоз называли черным паровозом. И когда говорят, значит, бронепоезд идет под черным паровозом, что это значит? Это значит, что он не в боевом положении. И все это хозяйство тянет обычная, простая овечка, небронированная. Ты уже сказал, что пик популярности бронепоездов пришелся как раз-таки на гражданскую войну. Сколько в итоге было построено их и принимало участие в боевых действиях? Лучше отталкиваться от Первой мировой. Если мы возьмем наивысшую численность Первой мировой, это было 15 бронепоездов. К началу 1917 года осталось 7 на фронте. Так вот, через 2,5 года, когда был достигнут пик применения бронепоездов, со стороны Красной Армии их число достигло 103-105 поездов, которые были на фронте, а со стороны Белых Армий до 79 на пике. Потому что они принимали участие практически во всех мобильных кампаниях гражданской войны, абсолютно во всех, без исключения. И у Колчака, и у Денекина, и у Врангеля. Активное применение было на Советско-Польской войне, где тоже было с польской стороны больше 30 бронепоездов. Дуэли возникали и с польскими поездами, и между красными и белыми. И эти дуэли исчисляются десятками и операциями. И как мы видим, получается, что если сложить, то это почти 200 бронепоездов с обеих сторон. Серьезные силы. Да, то есть больше, чем в 10 раз. Ну и названия, конечно, давались всегда такие красивые и впечатляющие. С советской стороны, например, Победа или Смерть. Морской. Ну, потому что моряков очень много было в команду. Имени Троцкого. Смерть Деникину. Углекоп. А у белых, допустим, это были генерал Корнилов, Иоанн Калита, Витязь, Орел, Коршун, Пластун, Богатырь, Гром Победы, Волк, Слава Кубани, ну и так далее. И в конце концов, вот эти вот бронепоезда стали сводиться сперва в дивизионы, по три штуки действовали. То есть два легких штурмовых и один тяжелой артиллерийской поддержки. А к 20-му году возникли даже полки. То есть под 10 бронепоездов в одно, под одни, под единым командованием в какой-то операции. Больше никогда такой вот массовый... Такой аналог танковых армий. Более поздних. Да, более поздних танковых армий. Но это была мобильная война, и вот там они развернулись во всю мощь. И если вообще взять всю военную историю мировую, то больше, чем в гражданской войне на территории Советской России и бывшей Российской империи, нигде не применялись более массово. Это вот был самый их золотой век. Давай поговорим о Транссибе. И ты уже упоминал, что он был захвачен белочехами. Да, как это произошло? Какую роль это сыграло, так сказать, именно там в установлении той или иной власти? С белочехами история была достаточно сложная и запутанная. Во время Первой мировой войны, когда очень много австро-венгров попало в плен. И среди них были представители тех наций, которые как раз были противниками и врагами двуединой монархии. В основном это были чехи и словаки. И вот из них начали формировать воинские части. Сперва под командованием русских офицеров. Ну, это был уже конец 16-го года, начало 17-го, когда они уже были сведены в такие дивизии. А потом возник и корпус. И вот когда наступила Октябрьская революция, а затем и Брестский мир, с чехами возникла такая очень двойственная ситуация. С одной стороны, это были вроде бы союзники по Первой мировой. Они воевали против немцев и готовы были воевать. А с другой стороны, когда заключили мир с Кайзеровской Германией, вот Брестский мир, немцами они рассматривались как свои военнопленные, но настроенные враждебно. То есть их нужно было вообще-то отдать им обратно, разоружить и отдать. Они уже там с ними сами разберутся. Так вот думали немцы. Естественно, большевики, поскольку они уже не собирались воевать с Антантой, а заключили мир. А с другой стороны, они отдали вооруженную силу немцам, передали это тоже, как бы там были реалисты, решили, что их эвакуируют на действующие фронты Первой мировой. Сперва возник проекцию через Архангельск и Мурманск по новопостроенной дороге. Но возникло опасение, что немцы начнут перехватывать своим флотом, значит, что, возможно, они там дойдут, займут Петроград и перережут вот эту вот мурманскую дорогу. В общем, короче говоря, в итоге остановились на том, что будут эвакуировать по Сибирской магистрали через Владивосток. И в марте месяце эта эвакуация началась. Чехи действительно подписали с Красными перемирия соглашение о намерениях и сформировали 63 состава по 40 вагонов. Им оставили минимальные силы, минимальное оружие для того, чтобы они могли защищаться от каких-то батек, банд местных. Ну, они настаивали, да, что им какое-то личное стрелковое оружие оставлено. Да, им оставили. Первые эшелоны двинулись в конце марта на восток. Когда еще работала железная дорога, она была еще единая. К маю месяцу все эти эшелоны уже растянулись от Пензы до Владивостока. Где только этих чехов не было. На всех станциях. Ну, 63 эшелона. Это же огромная сила. По 40 вагонов. То есть, можно перемножить, да, это получается у нас 263-2400 вагонов. Большая сила. По 40 тысяч человек. Да, но нарастало давление немцев для того, чтобы разоружить, что они рассматривали все-таки как представители враждебной силы, враждебных армий. А антантовские военачальники объявили чешский легион, чешский корпус, чехословацкий, частью своих вооруженных сил. И таким образом тоже им придали значимость в переговорах. Но тут, значит, в процессе эвакуации их на восток произошел сперва такой очень случайность, но такая взрывоопасная случайность. То есть, чехи эвакуировались на восток, а военнопленные венгры и немцы, и австрийцы, которые эвакуировались на запад, потому что Брест, кем не произошло, нужно было пленных передать обратно. На станции Челябинск из немецко-венгерского эшелона какой-то венгр кинул, как утверждается, металлическую ножку от буржуйки в чехословацкий эшелон, и попало там в стекло и убило одного из легионеров чешских. Естественно, они высыпали, значит, оцепили этот эшелон, начали самосуд. Что стало с этим венграм, я даже не знаю. Но факт тот, что произошел вот такой первый инцидент, столкновение, и они, в общем-то, чуть ли не заняли там арсенал. Это, в общем, насторожило все советское правительство, что надо бы все-таки действительно разоружить, как говорят немцы. И запалом для всего послужила телеграмма Троцкого 25 мая 1918 года, в котором он приказывал приступить к их разоружению немедленному, и, в общем, не церемониться, и всех их, значит, лишить оружия, и пусть они эвакуируются. Вот это все, и когда начали, попытались выполнить эту телеграмму, значит, наступила развязка. Естественно, что чехи взбунтовались, и стали с 27 мая, вот 25 мая телеграмма, через два дня они взяли Челябинск, вместе со всеми там переселенческими конторами, взяли арсенал, станцию, овладели оружием. Через два дня, поскольку эти эшелоны, их преобладали на всей Сибирской магистрали, на каждой отдельно взятой станции, вот такая уникальная ситуация. То есть, красные какие-то войска, они могли быть там разбросаны по разным там пунктам, неизвестно где, а эти были строго на станциях, они были сгруппированы в эшелоны. Так вот, 29 мая они занимают Новониколаевск, который сейчас Новосибирск, мост через Обь, Мариинск, Нижнеудинск, Каннск и Пензу. За один день берут эти станции. Значит, затем они от Самары перемещаются к Сызране и захватывают уже вооруженными, поскольку они уже владели арсеналами, захватывают мост через Олгу, то есть, как бы давая возможность всем тем эшелонам, которые от Пензы тянутся, идти на восток вооруженными. И, естественно, что они начали свергать и органы советской власти, и устанавливать свои порядки. Так вот, под этим прикрытием 8 июня в Самаре организовывается первое антибольшевистское правительство, комитет учредительного собрания. То есть, те делегаты учредительного собрания, которые успели ускользнуть из Петрограда, и вот они собрались в Самаре и провозгласили себя законными наследниками и правоприемниками Российской Республики 1917 года. Затем, 30 июня, образуется временное сибирское правительство в Омске. И это уже следующий этап. То есть, фактически триггер гражданской войны. Да, триггер. Значит, 29 июня захватывают Владивосток. Затем там высаживаются японцы. 25 июля захватывают Екатеринбург. А, как мы помним, что царя Николая II расстреляли 17 июля. И тут буквально совпало так, что уже ровно через неделю получается, что заняли Екатеринбург уже силы. И, естественно, там уже и белые... А эвакуировать царя фактически не было возможности, поскольку, собственно, все станции блокированы белочехами. Ну да. И вот, собственно говоря, к середине июля белочехи занимают всю сибирскую магистраль, где уже образовались антибольшевистские правительства, и началась консолидация всех недружественных большевикам сил. Туда уже потекли кадры и офицеров, и тех вообще, кто недоволен большевиками. А таких было много, потому что со стороны большевиков была продразверстка, например. Такая вот непопулярная мера. И получается так, что это послужило триггером для того, чтобы большевики потеряли контроль над всей территорией, ну, скажем так, от Самары и на восток. Это пока не консолидировался Колчак, что произойдет уже в ноябре 1918 года. И когда он уже возьмет власть, тогда уже организуются фронты более-менее. Ну, то есть, как бы уже возникнут и армии, и дивизии. То есть, все эти антибольшевистские силы будут консолидированы такими уже военными специалистами, а не просто там гражданскими правительствами. Ну, вот, собственно говоря, я думаю, что как раз мятеж Белочехов и можно считать началом настоящей гражданской войны. И потом, когда шла борьба с Колчаком, ну, как бы он рассматривался в 1919 году в первой половине главной силой, которая угрожала вообще Советской Республике. То есть, в некоторые моменты власть большевиков висела на волоске. Особенно, когда белые заняли Урал, когда заняли Пермь, когда подошли уже к Ижевским заводам, уже они бы лишились всех арсеналов. А если бы они потеряли Поволжье, ну, тут, наверное, возможно, что тогда маячило соединение с Деникиными, вряд ли бы они вообще, большевики, удержались. Несмотря на то, что они контролировали Москву и Петроград. Но тут произошел перелом уже в ходе гражданской войны. То есть, красные под влиянием вот этих вот болезненных поражений сорганизовались, взяли себя в руки. И в том числе мы говорили чуть раньше о том, как они взяли железные дороги, так сказать, как военный лагерь уже на стыке 1918-1919 года. И вот здесь надо сказать о том, что... Вот это как раз они приобрели тот опыт, который, собственно, и помог выстоять через 20 лет. По факту, в 41-м. Ну, в каком-то смысле, да. Потому что все же решения с 41-го года, они базируются на том опыте, который был получен в гражданскую. Но, в частности, если мы даже возьмем Сталина, который стал верховным главнокомандующим, то да, он командовал тогда участком обороны возле Царицына. То есть, фактически он был верховным гражданским партийным руководителем, под которым были военные. И да, он вот этими коммуникациями как раз командовал. Так что вот этот опыт... То есть, когда мы рассматриваем Вторую мировую войну Великой Отечественной, да, мы, конечно, понимаем, что те люди, которые принимали решения, у них был определенный опыт, накопленный ими ранее. Да. И, кстати, вот я, значит, в прошлом году создавал путеводитель по Транссибирской магистрали, который сейчас пока еще не издан. И там мне в процессе изучения материала попалось много прецедентов того, как будущие маршала Великой Отечественной сражались именно на коммуникациях активных, вот этих мобильных. Ну, в частности, допустим, Иван Степанович Конев, будущий маршал и командующий Первым Украинским фронтом, он был комиссаром бронепоезда. Он брал Омск. И вот тогда, поскольку белые успели взорвать Иртышский мост, именно Конев как раз командовал той операцией, когда они подошли с другого берега к станции Куломзина, сейчас Карбышева-1, и ввиду взрыва моста, поскольку уже замерз Иртыш, они проложили колею по Иртышу, такую круговую, чтобы можно было зайти на другой берег, и переправил свой бронепоезд на Колчаковский берег, и уже действовал там, то есть вот как раз Иван Степанович Конев. А Рокоссовский действовал на коммуникациях на Урале, и как раз вот эта вот магистраль, которая сейчас у нас соединяет Екатеринбург и Пермь, вот Кунгур, вот эти вот, тоже мобильные действия с применением массированных бронепоездов Рокоссовский. Это вот конец 18-го, начало 19-го. Ну, на то время бронепоезд это хай-тек такой, да, фактически, который можно было использовать в военной теме. Ну, да, и вот если вот так вот вникнем, то действительно Сталин, как руководитель военной экономики и транспорта, он приобрел в царице непервичный свой опыт, а вот наши многие военачальники как раз приобретали опыт вот этих вот мобильных действий именно в гражданскую и именно с бронепоездами, вот. Вот я только двух назвал, но их было больше. Нет, там больше примеров. И, конечно, очень важно, что именно большевики управляли своими путями сообщения без вмешательства каких-то любых внешних сил. То есть, именно от Реввоенсовета исходили все верховные приказы, которые нужно было исполнять на всей территории контроля Советской Республики. А вот с Александром Васильевичем Кольчаком произошло ровно обратное. Вот об этом надо, наверное, сказать. Очень это такой очень важный прецедент. Дело в том, что когда он овладел верховной властью в Омске и его признали все, так сказать, другие белые генералы, он объявил себя верховным правителем России. Стали формироваться и консолидироваться армии. Армии начали наступать успешно на большевистские территории. И тогда, значит, было принято такое решение в марте 19-го года, что, значит, организован был Межсоюзный железнодорожный комитет, поскольку Сибирскую магистраль начали контролировать же белочехи, как мы их оставили вот с этим. Белочехи потом отступили и уже с конца осени 18-го года перестали участвовать именно в активных действиях. Но они контролировали железные дороги. И вот когда формировался вообще аппарат, государственный аппарат верховного правителя, Колчака, то в марте месяце разделили функции контроля. Образовали Межсоюзный железнодорожный комитет, который наблюдал над дорогами вот этой вот территории, контролировавшейся Колчаком. А охрана железных дорог, согласно этому договору, была вверена союзным военным силам. А кто это был? Это были белочехи. То есть, по факту, белочехи, корпус, он контролировал полностью движение от Омска до Байкала. А командовал, значит, этими силами генерал Жанен, французский, представитель Антанты. От Байкала и до Владивостока фактически движением командовали японцы. Это была такая наиболее серьезная сила. И их корпус достигал экспедиционный 75 тысяч человек в некоторые моменты. То есть, это очень серьезная сила. Дальше командовали японцы. Была такая еще американская военная, американская железнодорожная миссия, которая еще с временным правительством сотрудничала в рамках реконструкции Сибирской магистрали. Но тут пришли большевики, потом пришли белочехи, и эта миссия оказалась на белой территории. И вот председатель Джон Стивенс, американец, он ведал технической стороной эксплуатации. То есть, мы что видим? Белые армии воюют где-то на Урале, а контролируют пути сообщения белочехи под командованием француза. При этом вся техническая эксплуатация и инженерный корпус американский. И представители также антанты, там, англичане. Ну, как там, мундир английский, табак японский, правитель омский, да? Есть такая сила. Получается, что вот оно, собственно. Да, и вот я когда вот этот вот наткнулся на этот документ, я вот реально был изумлен, потому что я после этого меня побудило прочитать и подробную биографию Колчака, и смотреть документы вот этой вот американской железнодорожной миссии. И потом, вот мы по биографии Колчака уже помним, что когда все начало сыпаться, поезд верховного правителя, литерный поезд, не просто он не имел приоритетного пропуска, он был вынужден просить у французских властей, чтобы белочехи разрешили ему пройти какие-то участки на восток, эвакуироваться в Иркутск. А там ведь большой аппарат, там и правительство. Там шел и эшелон с золотым запасом Российской империи, который белые захватили в Казани в августе 18-го года, когда у них успешное наступление было. 505 тонн золота, эшелон здоровенный. И что получается, что Колчак, собственно говоря, стал заложником вот этих договоренностей, которые он сам подписал в период благополучия. Ведь тогда выглядело все очень хорошо. Союзные войска и союзные силы контролируют все коммуникации в тылу, главная магистраль до Владивостока. А Колчак, как молот, воюет впереди своими армиями. Так вот, когда все это начало сжиматься, вагоны, которые эвакуировались обратно, они переполнили все станции. И, естественно, тогда уже вступило в силу конкурентное управление, что если много вагонов и много составов, мы будем пропускать только те, которые надо. А кто командовал этим? Белочехи. А кто принимал решение? Французы. Так вот, французский генерал Жанен уже понял, что поскольку все сыпется, нужно спасать, во-первых, свою шкуру. И Чехословатский легион должен эвакуироваться. Поэтому Колчак просто был принесен в жертву. На станции Нижнеудинск у него, то есть, как бы, его поезд уже перешел под контроль Белочехов. Они уже осуществляли охрану и его ведение. А потом его просто-напросто передали полицентру Иркутскому как предмет торга и часть... Сделки по... Да, сделка, да. Для того, чтобы большевики согласились, чтобы беспрепятственно пропустить и эвакуировать эшелоны с Чехословацким корпусом на Владивосток. А взамен за это вот вам голова Колчака, Пепеляева, который председатель правительства. И вот эта вот вся верхушка, которая шла, значит, с Колчаком была. А золото куда дели? А с золотом там произошло... То, что осталось от золота, 315 тонн, Чехословакии передали большевикам. Но сперва полицентру, потом, естественно, контроль перешел к большевистским властям. И большевики уже, как бы, наркомфин РСФСР, уже, как бы, его, так сказать, провел его ревизию и обнаружил, что 315 тонн осталось из 505, по-моему, или 508 тонн было. То есть, 180 тонн куда-то неизвестно исчезло. И об этом сейчас выясняют многие, что сколько же все-таки израсходовал Колчак, сколько украли белочехи, сколько забрали себе французы в возмещение их расходов. это уже вот сейчас целая литература есть по этому. Но факт является фактом, что треть золота, она пропала, была израсходована. Куда? Как? Документов таких нету. В это же время возникают агитационные поезда. Да, это вот как они возникли, какую функцию несли? Агитационных поездов на самом деле было немного. Возникли они в момент, когда наступали белые, и была объявлена угроза колчаковского наступления, это август 18-го года. Тогда было сформировано по-моему три поезда и затем еще два. То есть всего этих поездов было пять. И был еще организован такой феномен, то есть Троцкий, как председатель Реввоенсовета организовал еще свой поезд, который был одновременно и поездом председателя Реввоенсовета и агитационным поездом. И там размещался Ревтрибунал республики на путях сообщения. То есть он сразу, то есть как бы это не просто управление было, а еще и агитация. Но вот структура поезда Троцкого была, она от 12 до 15 вагонов сперва был, один поезд, вот, потом через некоторое время стало два поезда. Туда включалась, у него была радиостанция мощная, телеграфный пункт, который соединялся с ближайшей станции и он отдавал управление по всей сети железных дорог. Электростанция своя, типография своя, библиотека, гараж с шестью машинами скоростными, у него были Покарды, ну, какие-то еще английские марки, то есть как бы он мог выехать от места дислокации поезда на 100-150 километров в сторону, чтобы куда-то либо разобраться с какой-то армией, в штаб армии, либо поехать в какой-то город, ну, который освобожденный и провести там, например, митинг или кого-то там оставить. И то же самое, значит, это был походный рефтрибунал, два вагона размещалось под рефтрибунал и там же были потом, когда возникло уже два поезда, возникла так называемая походная комиссия «Красный подарок». То есть это выглядело как? Там были остро-дефицитные вещи, которые были реальной наградой отличившимся красноармейцам или тем партизанам, которые вот перешли от белых к красным и как-то себя проявили, например, часы наручные или на цепочке, бинокли, портсигары с драгоценными камнями, кожаные куртки, которые являлись особо ценным подарком, оружие, кинжалы, кортики с гравировкой, приборы для бритья, то есть вот такие вот немудрящие. И выглядело это как? Отлевчившуюся часть выстраивали перед поездом Троцкий или Склянский или, возможно, какие-то еще заместители, обходили, лично вручали самым лучшим бойцам такие вот награды, кроме, но орден Красного Знамени чуть-чуть, по-моему, позже был введен. Так вот, даже уже до этого, то есть было такое и рефтрибунал, и поощрение, то есть прямо на линии фронта могли. Потом посчитали, есть такая публикация в военно-историческом журнале в 91-м году, что поезд Троцкого до марта 21-го года прошел более 100 тысяч верст по дорогам гражданской войны. А агитационные поезда, были пять поездов и один пароход, но они тоже в себя включали типографию походную, киноустановку, политотдел, бюро жалоб, чтобы принимать жалобы сразу на тех, кто, самоуправства же было очень много и всяких злоупотреблений, информационный отдел и пункт связи с Москвой. То есть, это было, агитация тогда играла гораздо большую роль, чем мы себе сейчас представляем. Это было такое же оружие, как бронепоезда, как, возможно, артиллерия, то есть, оно не менее сильное было. Вот белые, к сожалению, этим пренебрегали, и у них вот... Ну, говорили же, да, в воспоминаниях прослеживается, что устойчивость войск определялась наличием коммунистов. Ну, с красной стороны, по крайней мере. То есть, а не количеством патронов и пулеметов. То есть, это во всем проявлялось, потому что тогда была важна не только военная сторона, но и пропагандистская, и социальная. Тогда она была особенно нужна, потому что массы на 60% были примерно неграмотные. И с солдатами, с крестьянами, одетыми в солдатские шинели, нужно было разговаривать именно вот так вот наглядно, тут же, под арком, или, может быть, показательным судом. То есть, рефтрибунал просто выносил какие-то там меры воздействия, там вплоть до расстрелов, и все это вот на глазах было. Сразу и по пояс двигался дальше. Если говорить все-таки вот обобщая, да, кто более эффективно использовал железнодорожный транспорт, красный или белый? Я бы сказал так, что, начиная с февраля 2019 года, красные использовали железную дорогу более эффективно. и вообще пути сообщения в принципе. Ну, то есть, с того момента, как они консолидировали и поставили железную дорогу на военные рельсы, да, фактически, сделав ее, перейдя на военное положение, с тех пор они... Вот тогда их можно сказать, да, что они использовали более эффективно. В 2018 год, это был год анархии на транспорте, и, в общем-то, я могу сказать, что большевики слабенько себя проявили и управляли этим достаточно неумело и долго подбирались вообще к управлению вот этим вот... Хозяйством. Хозяйством. Огромным, да. А вот эти вот субботники, все на транспорт, мы так помним, там, Ленин с бревном, ну, и потом ремонт паровозов как один из ключевых показателей эффективности субботников. Ну, это было, носило характер вообще общегосударственной компании в Советской России. Естественно, эффективность была тоже высокая, потому что процент больных паровозов стояли буквально сотни паровозов, которые не работали. И вот если мы возьмем статистику начала 20-го года, то есть это как, это еще у нас, значит, Врангель, Советско-Польская война, это еще Деникин конец, то есть, вот смотрите, в февраль 20-го года отремонтировали 529 паровозов на субботников, а в мае, например, 789. Это очень значимые цифры, учитывая то, что парк большевиков сократился менее чем до 10 тысяч локомотивов. То есть, практически 10% отремонтировали. А вот, допустим, август 20-го года 1042 локомотива. Это огромные цифры на самом деле. Поэтому, ну, возникло это движение еще в 19-м году, в апреле, но именно массовым оно стало вот в начале 20-го года, когда тогда как раз была идея еще Троцкого о трудармиях, ну, она толком не была реализована, но идея на его, он активно ее продвигал. Но вот включали в том числе и вот такую вот сферу, то есть, как бы объявлялась общегосударственная кампания, если мы посмотрим газеты января, февраля, марта 20-го года, там, что коммунисты на транспорт, все на транспорт, транспорт важнейшее звено функционирования республики и так далее. Вот мы помним рассказ, ну, повесть Островского «Как и закалялась сталь», и как раз там Павка Корчагина собственно свое здоровье подорвал на строительстве железной дороги. А что это была за железная дорога? Павки Корчагина, согласно книге, это была узкоколейка для вывоза дров. Это не была такая линейная железная дорога, большая и серьезная. Вот, ну, тогда нужно было поднимать транспорт, и как мы помним, что вот через вот эти болота они там горели на этой вот стройке, и, да, сам Островский, он ведь и сам там, ему было сколько, по-моему, 19 лет, и к 23-м он уже стал полным инвалидом годам. Строили вот узкоколейку, это в районе Шепетовки, сейчас это под контролем украинского, нового украинского правительства, я не знаю, возможно, даже тот музей, а там создан интересный музей, с интересным, кстати, зданием архитектурно, может быть он декоммунизирован, я вот сейчас даже не знаю, но вот такая эпопея, да, была очень известная. Давай подведем итоги тогда, да, вот гражданская война, как она вообще повлияла на железнодорожный транспорт России, да, то есть Российской империи, Российской Республики, потом Советской Республики, и что по итогу, с чем остался будущий Советский Союз, выйдя из гражданской войны? Гражданская война прежде всего нанесла колоссальный ущерб вообще всему железнодорожному хозяйству. Можно сказать, что приблизительно половина парка, которая была у царя к 14-му году, ну пусть к 15-му, потому что там выпускали еще паровозы, она была уничтожена или угнана, или взорвана, десятки крупных мостов были взорваны, сообщение на этих линиях было прервано, и когда Дзержинский пришел к власти в наркомате путей сообщения, это 21-й год, собственно говоря, он имел место с тем, что сообщение было от реки к реке, Иртышский мост взорван, Камский мост взорван, потом взорвали и Амурский мост в 22-м году, когда эпопея из Дальневосточной республики, и сообщение было фрагментарным, расписания не было, первое расписание, насколько я помню, по своей коллекции, это был 23-й год, когда смогли какое-то расписание собрать и начать по кускам вот это все сшивать, восстанавливать мосты, восстанавливать станции, то есть ущерб был просто колоссальным, я думаю, что откатились назад лет на 20, наверное, если судить по парку, сколько мы успели там прирастить, а с другой стороны очень много старого подвижного состава было взорвано и уничтожено, и в период индустриализации начали как бы с нуля еще и в смысле техники, то есть поскольку старой техники уже осталось не так много, то новыми паровозами насыщалась достаточно быстро промышленность и транспорт, и мы уже обсуждали это вот в ролике про Великую Отечественную, что к моменту начала войны, ну, уже почти две трети парка, это были новые паровозы. Ну, тогда провокационный вопрос, с точки зрения, так скажем, железной дороги, да, революция, это откат назад или все-таки прогресс вперед? Вопрос провокационный, но, честно говоря, как транспортный аналитик, я должен сказать, что это все-таки был откат назад в плане анархии, транспорт не работает по-революционному, транспорт это всесезонный, регулярный территориальный такой механизм. Его нельзя, им нельзя управлять революциями, транспорт приходил в себя только когда революции заканчивались и новая власть приступала к реконструкции и восстановлению, а до этого была в основном анархия. И, кстати, к 905-907 году это, в общем, тоже относится, хотя мы у нас ее не обсуждали. То есть, все-таки это был откат назад для транспорта, никаких новых видов транспорта не возникало и никаких новых видов управления не рождалось. Вот мы уже сколько тут обсуждали, как долго и как муторно подходили вообще ко владению вот этим всем хозяйством те же самые большевики больше года. Но в итоге выстроили систему, которая оказалась устойчивой и эффективной как в мирное время, так и в кризис. Выстроили систему тогда, когда закончились все войны и когда, наконец, приступили к мирному строительству. Потому что все-таки в ходе войны выковались те кадры, которые умеют действовать в экстремальных условиях и эти свои умения они уже переносили и на реконструкцию, и на восстановление. То есть, кадры родились, да, откуда-то были из глубин народа много было поднято самородков. Может быть, не так много, но достаточно много было. И все-таки всегда осознавали, что на железнодорожном транспорте образование имеет важнейшую роль. В отличие там даже от армии. Спасибо, Сергей. Спасибо, уважаемые зрители. У нас в гостях был Сергей Сегачев. И мы сегодня поговорили о гражданской войне. До свидания. До свидания. Продолжение следует...